Всем доброе утро! Всем привет-привет! У нас такое раннее музыкальное утро. Утро мы вышли погулять на улицу. Сходили. Закрыто. Сходили, купили творог, а будем сегодня готовить блины из творога. Молодец! Мы вышли погулять на турниках. Тенечки вообще-то хорошо, прохладно. На солнце вообще жара. Очень жарко. Мама, не жара, мама. Не жара? И Сонька вот спит у нас в коляшке. Закрыла я пеленочку, это солнышко. Домой на улице просто неимоверная жара. Пока дошли, аж дурно стало. Сейчас приступаем к готовке борща. Сто лет уже не ела борщ. Мама, я хочу маме помочь. Помогать? Да. Ты мой помощник. Так что сейчас будем готовить красный борщ. Наверное, не знаю, месяца два, наверное, борща не ели. Синяя борща не бывает, сынок. Да. Так что начинаем. Смотрите, какой у меня борщ получился вообще. На свиных ребрышках. Вкуснота. Правда, я сделала большую кастрюлю, не знаю, кто ее будет есть. Что-то я психанула. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Больше получился вообще обалденный. Я уже попробую. Я уже пообедала. У нас сегодня целый день нет интернета. Это, конечно, вообще не очень классно. Влог выложить не могу. Ой. Ничего посмотреть не могу. Так что сегодня занимаемся домашними делами. Завтра по плану у нас уборка. Сегодня готовлю. Сейчас хочу еще приготовить блинчики. Блинчики с творогом. Потому что Дима блинчики очень любит. Сырненькие не совсем. Поэтому сегодня у нас было бы баловать своих мальчиков блинчиками. Покажу я, как готовлю. Ну, обычный стандартный рецепт. Два яйца, стакан молока. Это все взбиваем. Сахар. Щепотку соли, муки. Можно делать пополам стакан воды и стакан молока. Можно делать два стакана молока. По вашему желанию. И все. Покупала сковородку киевскую. Мне абсолютно не понравилось. Все прилипает. Поэтому я на своей старой доброй сковородке буду готовить. Так. Жарю я блины. Вот так вот блинчик я беру. Намазываю творогом. И вот так вот у меня получается. Я режу напополам. И вот такие вот у меня блинчики получаются. И вот он жарится. Так что, если дети не очень любят творог, а вы хотите в них хоть как-нибудь его засунуть таким тонким слоем, закручиваете. Он не так сильно чувствуется. И детки нормально едят. Давай! У нас новое развлечение. Приехал, правда? Давай! Да не кричи, Дима. Давай! Вот это Дима. Давай! Можно Саня просто раздравнивать. А сейчас Дима кричит, что мы все ребятка. Вот такие у нас блинчики получились. Видите? Вот разрезать. Там творожок. И его незаметно. Всем привет! Юный блогер наш. Уехал наш трактор, встал немного поспокойнее. То Соня заснула, а он там работал. И Мишель с ума сходила. Миша! Мишель! Жарко, бедная, жарко. Всем привет! Вчера не попрощалась, влог не закончила, поэтому сегодня у нас продолжение. Смотрите, у нас сегодня Соня начала пить водичку и держит сама бутылочку. Почти 4 месяца. Сегодня какое число? Сегодня третье. Через 7 дней нам 4 месяца. Молодец какая! Такие вот у нас маленькие достижения. Всем привет! Я покажу из кадра. Только что забрали Димку родителям. Два дня он побудет у дедушки с бабушкой. Я немножко передохну. Мы остались с Сонечком. Так что эти выходные мы проведем с одним ребенком. Это, если честно, даже удивительно. Сразу появляется огромное количество времени. Ты не знаешь, чем заняться. Ходишь из комнаты в комнату. Соня вот уложила спать. Поставила себе чайник. Только что поела борща, который вчера варила. Обалденный борщ получился. Не подумала, надо было родителям отлить немножко. Потому что слишком много. Такая большая кастрюля. Не знаю, кто ее будет есть. Блин, и отдала. Который вчера начиняла туда с Димки. Пусть там кушает. Так что сейчас буду пить кофе и немного отдохну, пока Соня спит. Ну, это ненадолго. Она сейчас поспит где-то полчасика, наверное, и проснет. Так. Сейчас будем заниматься стиркой. Сняла я покрывало с дивана. Полотенце сейчас поставлю. И кое-какие вещи еще подожду до вечера. Соненьку переодену, когда она проснется. Так что будем сейчас стирать. Ничего, хочу помыть голову. Сделать маску, подольше походить. И нанести маску на лицо. Походить, пока есть время. Так что занимаемся стиркой. Готовить я сегодня не буду. У меня полный холодильник еды. Видите? Не знаю. Что-то я наготовила много. Там у меня уже машинка стирается. Кто будет есть? Димки нету. А я не знаю. Будем мы есть. Мишель пришла. Мишель после антибиотиков. Что-то вообще плохо себя чувствует. Кушать она не хочет. Не знаю, что происходит. Вчера, представляете, укусил комар вечером на прогулке. И так болит теперь сильно. Вообще. Прямо чешется ужас. Машинка стирается шумно. Я уже сегодня поубирала. Помыла везде полы. Пропылесосила. Пыль. Смотрите, Соня. На Мишель смотрит. Скажите. Зачем мне ваши погремушки? Мне собака нужна. Что мы развлекаемся. У нас так на улице жарко. 30 градусов. 29 градусов. Но из-за того, что во дворе такой тенечек. Дует. Такой прохладный ветерок. Я открыла все окна. Просквозила немного квартиру. Так мы с комнаты в комнату переходим. Нам прошло подкрасилось. Голова у меня мокрая. Сейчас надо высушить ее естественным путем. И потом просушить немножко феном. Сейчас стараюсь поменьше фена. Буквально чуть-чуть вытянуть и все. Так волосы у меня сохнут сами. Мы с Сонькой отдыхаем. Кушать наготовлю. На квартире чисто. Полы чистые. Обожаю, когда чистый пол. Не должно быть никаких крошек. Люблю, когда все чисто. Можно ходить босиком. Сейчас тоже полы только промыла. Немножко в коридоре. Димка, когда ходил, когда его забирали. Натоптали немножко. Я сразу все это дело промыла. Так что мы с Сонечкой отдыхаем. Мы сейчас собираемся пойти погулять. Так что на этом буду заканчивать свой влог. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчики вверх. Пишите комментарии. Буду очень рада общению. Все. Всем пока-пока. И до завтра.